Эти многострадальные жители двух отдалённых и высокогорных аулов Кордайского района уже полтора года как лелеют мечту о голубом топливе. И когда местные власти нахваливали им подрядчиков, никто и не подозревал, что останется сносом. Ведь гарантом ни много ни мало выступил сам Аким района. Свыше 70 семей, не раздумывая, собрали первоначальный взнос. А кто и всю сумму отдал сразу. «Мы сами ездим в Кордай Газинвест. Бухгалтерии дали договор, чеки. Эти документы у всех на руках. Мы ждали больше года». Сегодня с документами на руках селяне мечтают лишь об одном – вернуть свои кровные. 42 семьи заплатили полностью по 250 тысяч тенге. Многие взяли кредит в банке. Ведь газовики обещали послабление тем, кто заплатит полностью. «Не послушав детей, взяла на старости кредит. Поверила людям. А ведь я дала 400 тысяч тенге. Ни газа, ничего, как видите». «Наши Аксакалы ходили к Гумаровым, спрашивали, будет газ или нет. Или верните нам деньги, сказали. Ответ был – идите куда хотите. Хоть в суд, хоть куда». Компании Кордай Газинвест на запрос селян ответили, что построить газопровод в горной местности не всякий возьмётся. И здесь, мол, нужна поддержка и понимание со стороны самих жителей. И прежде всего, обеспечить стопроцентную собираемость со всех, без исключения абонентов. А кто хочет вернуть деньги, пусть принесёт решение суда, заявляет руководство компании. «Пусть всем аулам сами решают, нужен им газ или нет. И решение своё через суд пусть оформляют, я так и ответил. С этим решением мы и обратились в местный Акимат». Помимо двух аулов, большой и малый Сулутор, ещё 13 сёл собрали деньги данной компании на проведение голубого топлива. Местные же власти обещают приложить все силы, чтобы решить данный вопрос. «Действительно, Кордай Газинвест собрал деньги со всех упомянутых аулов на проведение газа. Сейчас они работают над этим. Задержки связаны в первую очередь с подорожанием материалов. Ведь мы их завозим извне. Проекты у нас есть. Согласования тоже». Как заверяют сами подрядчики, населению легче собрать деньги, чем судиться. Правда, даже при таком раскладе голубого топлива народу не видать ещё два года.